Уважаемый господин президент Канде, дамы и господа, переговоры с президентом Гвинейской республики и действующим председателем Африканского союза господином Альфе Канде прошли в дружественной и конструктивной атмосфере. Сначала в узком составе, затем с участием министров, представителей ведомств и компаний мы детально обсудили весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества. Подвели итоги работы, проделанной после предыдущей встречи с господином Канде в июне 2016 года на полях Петербургского международного экономического форума. Наметили планы на перспективу. Подписан, как вы видели, и солидный пакет документов. Гвиней является важным и надёжным партнёром России в Африке. Наши страны объединяют проверенные временем дружественные связи и в следующем году, мы уже вспоминали сегодня об этом, мы будем отмечать шестидесятилетие со дня установления дипломатических отношений. Большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества вносит и лично господин президент Гвинеи. В знак признания его заслуг сегодня я с удовольствием вручил ему высокую государственную награду Российской Федерации – Орден Дружбы. Отмечу, что в ходе нынешних переговоров приоритетное внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия. В первой половине текущего года объёмы взаимной торговли выросли почти в два раза. Увеличились поставки в Гвинею продукции российской химической промышленности, машин, оборудования, транспортных средств, а также продовольствия и сельхозтоваров. Вместе с тем, нынешний уровень товарооборота, конечно же, не впечатляет. Условились принять конкретные меры по активизации торговых связей. Соответствующие поручения даны Российской Гвинейской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству. Её очередное, пятое заседание состоится в июле в Канакри. Вчера господин Канде участвовал в организованном торгово-промышленной палате России двустороннем деловом форуме и мог лично убедиться в том, что у российских и гвинейских компаний есть хорошие планы по развитию взаимодействия в самых разных областях. Важной сферой двустороннего сотрудничества была и остаётся горнодобывающая промышленность. В Гвинее уже более 15 лет успешно работает российский алюминиевый холдинг «Русал». В числе активов компании несколько боксито-глинозёмных комплексов с рудниками, с заводами, хранилищами и обслуживающей инфраструктурой, портом с железной дорогой. Совокупные инвестиции составляют более 300 миллионов долларов. Кстати, подписанный сегодня «Русалом» с гвинейскими партнёрами «Меморандум» предусматривает продление на 25 лет соглашения об освоении крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан Диан, а также региона Кинди. На гвинейском рынке ценных металлов также представлена наша компания «Северсталь», разрабатывающая золоторудное месторождение «Лефа». Объединённый машиностроительный завод группа «Уралмаш» и «Жора» прорабатывают возможности поставок в Гвинею оборудования для горно-оружных работ. Перспективная отрасль – энергетика. Российские компании готовы подключиться к созданию и техническому оснащению гвинейских энергообъектов. В частности, наша компания «Селовые машины» заинтересована в экспорте электрогенерирующих установок в рамках проекта строительства гидроэлектростанции «Кокутамба», а «РУСГИДРО» может помочь в проведении технологических изысканий и проектировании гидроэнергетических мощностей. Рассчитываем, что будут востребованы и предложения российских компаний по экспорту в Гвинею авиатехники, грузовиков, вездеходов. Важное направление взаимодействия – это здравоохранение. При содействии Минздрава России и поддержке компании «Русала» в Гвинее созданы совместный современный госпиталь по борьбе с лихорадкой Эбола, а также научно-клиническо-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии. В августе начались клинические испытания, разработанные нашими специалистами вакцины для профилактики Эболы. Новые возможности для сотрудничества в сфере охраны здоровья населения открывает подписанное сегодня межправсоглашение в области здравоохранения, медицинского образования и науки. Россия продолжит оказывать Гвинеи содействие в подготовке национальных кадров. Наши вузы уже закончили более двух тысяч гвинейских граждан. В этом учебном году мы увеличили до 60-го места квоту на обучение гвинейских студентов. Дополнительный импульс связям в образовательной сфере придаст межведомственный меморандум о взаимопонимании в сферах высшего образования и научно-технической деятельности. Договорились укреплять внешнеполитическую координацию, как на двухсторонней основе, так и в международных структурах и, прежде всего, по линии Африканского союза, в котором Гвинея председательствует в текущем году. Рассматриваем Афросоюз как авторитетную региональную организацию, активно вовлечённую в решение важных вопросов развития Африки, обеспечения безопасности и экономического процветания континента. О растущем влиянии Афросоюза в международных делах свидетельствует участие его председателя господина Канде, нашего гостя, состоявшихся на полях сентябрьского саммита БРИКС в Китае встречи в формате аутрич. Со своей стороны, Россия активно поддерживает усилия международного сообщества по содействию развитию африканских государств. В рамках инициатива по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 миллиардов долларов. В 2016 году по каналам Всемирной продовольственной программы выделили на нужды поддержки государств африканского континента 5 миллионов долларов. В этом году начата реализация финансируемого России проекта ЮНИДА в области развития аквакультура и рыболовства в Эфиопии. В заключение хотел бы поблагодарить господина Канде, всех наших гвинейских коллег и друзей, за обстоятельные и полезные переговоры сегодня. Убеждён, достигнутые договорённости будут способствовать дальнейшему развитию российско-гвинейского сотрудничества и укреплению взаимодействия со странами африканского континента. Благодарю вас за внимание. В результате встречи с президентом Путиным и российской делегацией могу сказать, что мы очень довольны результатами этой встречи. Сотрудничество между Гвинеей и Российской Федерацией в области здравоохранения, образования, в области армии, безопасности, рыболовства, экономического развития успешно развивается. И мы, конечно, этому очень рады. В частности, наше сотрудничество развивается в области горнодобывающей промышленности. И мы надеемся, что новые предприятия и компании России приедут в Гвинею. Мы также попросили президента оказывать нам всяческую поддержку в качестве нашего давнего партнёра в нашем экономическом развитии. Мы попросили, чтобы Российская Федерация сопровождала нас на этом пути. Такая поддержка, в частности, экономическая, финансовая, поможет развиваться нашим собственным предприятиям, поможет нам строить новую инфраструктуру, плотины, поможет нам обустраивать наши города. И мы ценим намерение России сотрудничать с нами в этом направлении. Гвинея сейчас выходит на новый уровень в сотрудничестве со своими партнёрами. Это сотрудничество приобретает стратегический характер. И мы надеемся, что с Российской Федерацией мы сможем добиться гораздо более впечатляющих результатов. И объём нашего сотрудничества опять-таки выйдет на новый уровень. Мы хорошо знаем, что Россия и президент Владимир Путин лично всегда сдерживают свои обещания. Это наши надёжные, верные партнёры. И мы уверены, что от таких отношений и Гвинея, и Россия только выиграют. Что касается Африканского союза, мы также можем констатировать неизменную поддержку России. Африканские страны хотят сами решать свою судьбу и как можно быстрее справиться с критическими, кризисными ситуациями, будь то Гвинея, РДС или Ливия. Мы хотим более эффективно бороться с терроризмами. Но мы хотим решать все эти проблемы нашими собственными силами. Мы не понимаем, почему миротворцы из Бангладеша должны приезжать в Гвинею, чтобы решать наши внутренние проблемы. Вы знаете, что, например, миротворцы вот уже 20 лет присутствуют в Конго, однако существенных результатов добиться это пока не позволило. И мы хотим наращивать собственный потенциал в плане решения таких кризисных ситуаций в борьбе с терроризмом. И мы знаем, что и Советский Союз оказывал нашей стране поддержку, сейчас это делает Россия. И мы за это очень благодарны. В качестве президента Гвинеи, в качестве председателя Африканского Союза могу сказать, что мы всецело настроены расширять, углублять сотрудничество как на страновом уровне, так и между Россией и Африканским Союзом. Потому что это направление сотрудничества России и Африка, как, например, Африка уже работает с другими странами, имеет очень важную для нас роль. Хочу еще раз поблагодарить президента и его команду за активную поддержку, а также за тот теплый прием, который нам оказывается с самого начала. Спасибо.